Дорогие братья и сестры, пусть воскресенье нашего апостола начнут радостью наши сердца, эти неспокойные дни. Мне бы хотелось открыть вместе с вами книгу Деяния Апостолов и посмотреть на проповедь апостола Павла, который он когда-то произнес в Афина. Деяния Апостолов, 17 глава, и читать мы будем 16 глава. Слово Божие говорит так, что в ожидании их, кто в силу и тимонет, своих сорокотников в Афинах, Павел возбудился духом при виде этого города полного имени. Во все времена были люди, которые создавали какие-то философские системы, которые создавали какие-то представления о богах или божествах, кому угодно. Во всяком случае, люди поклонялись к тому. Не было, вроде бы была такая исследовательская работа, не было вообще не найдено ни одного народа, который был по своей природе атеист, с которым вы никому не поклонялись. Все равно, в какое-то время приходит момент, когда люди создают какой-то объект поклонения. Это либо персонажи из мифологии, как вы думали, если да, греческие муфологии, стоят как-то там, то Марсу, то Зерсу, то еще кто-то там, то Герак, ну да, то с кого попало, поклонялись. Если проявить какие-то другие филосы, он сместил, они постоянно искали, кому они хотят поклоняться. В сердце человека заложено желание преклониться к их отцам. Потому что мы окружены мудростью нашего Всевышнего Бога, который просто наполнил этот мир чудесными творениями, которые свидетельствуют о том, что кто-то это все создал. И поэтому Афина это было местом на тот момент культуры, центра образования, в том числе такие известные философы, как Аристофий, Сократ, Латон. То есть эти люди занимались там обучением невеж, рассказывали о Боге, о их представлении о Богах. И выглазило это все, когда апостол Павел пришел, что этот город был полон идом. Как некоторые люди, жившие в те времена, писали, что легче встретить на улице Бога, чем человек. А другие говорили так, что получается Афины, в них столько находится идолов, как вообще во всей Греции. На огромнейшей территории, да, если собрать всех идолов, в Афинах было больше. То есть это были люди, где, как бы можно было сказать, с густо всяких верований, всяких учений, всяких представлений о Богах. Смотрите, Павел, проходя все это, возмутился духом. Его дух просто начал пылать от того, что люди не знают истины. Знаете, когда ты включаешь новости, да, и ты смотришь, что происходит в мире, сложно оставаться равнодушным. Видя безобразие, да, и ужас, который творят люди, хочется как-то этому противостать. Заметьте, Павел не начал вести какую-то диверсионную работу по подрыву всех этих памятников, всех этих структур, потому что он понимал, что за ними стоит он. Заметьте, таким образом Павел рушит эти стереотипы. Вы сами понимали. Итак, он рассуждал всенагодист людей и с чтущими Бога и ежедневно на площади совстречающихся. Единственное оружие Павла, которое он умер всегда при себе, это было слово Божье. Это Божье откровение, которое он получил от Иисуса Христа, раскрешившего господства, победившего смерть и ад, и давшего надежду всему человечеству. Поэтому апостол Павел взял это вооружение в свои руки и начал внести истину. Он общался с иудеями, то есть с людьми, которые не верили представление о невидимом Боге, то есть, которые не поклонялись ни какому образу. Он общался с людьми, которые были обращены в индейство из других народов, языческих народов, это были как раз люди, чтущие Бога, и также общался с темы, которые он постоянно встречал. Смотрите, некоторые из иудейских исторических философов встались по лицам и одни говорили, а что хочет сказать этот сон-слов, пусто-слов, а другие, да нет, наши самые проповедующие о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресал. И вот Павел, общаясь с людьми, знаете, если у него неграмотные люди, которые будут наслаждаться часами, да, а если люди вакопные, имеют какое-то представление, философское представление, Павел столкнулся с другими группами, за ними были иегурейцы, да, другие советы. Они говорили, что смысл жизни в наслаждениях, чем больше наслаждений ты получишь от жизни, тем больше смысл будет в своей жизни. Не надо изучать никакую литературу, не надо вникать никакие знания, это ни к чему. Мы живем в мире, который когда-то был создан Богом, но который Бог оставил и ушел. И все. Богу неинтересно для того, что происходит в этом мире, и поэтому делай, что хочешь, живи, как хочешь, если ты получал удовольствие. Стойки отличались от них и от других взглядов, потому что верили, что все, что их окружает, божественное. Вот этот фотоаппарат, он божественный. Некрофон божественный. Все материально несет в себе частицу. Кого. Ворой души. Это немножко более. Котик. Это тоже немножко более. Когда ты ворогу, что покормил котика, это что ты сделал? Доброе дело сделал. Ты убил человека, покормил своего любимого, но ты что сделал? Доброе сделал. Все одинаково. Божественное. Эти люди говорили, что надо избегать сильных эмоций. Вообще, надо все принимать, что придет в свою жизнь. Схорошая покоя, не разбирайся. Все послано над судьбою, и она послала свою жизнь. Все без разбора. Они верили, что мир, когда-то сгорал, потом опять повернулся, они были такими эволюционистами своего времени. Нет, вот. Эти люди начали спорить за апостолом Павла, а Павел говорил вещи, которые просто они не могли понять своей правды. Одни говорили какую-то чушь еще. Игорь Литонев, они говорили, это какое-то учение, о котором мы просто не знаем. И смотрите, он проковеровал Иисуса и воскресенья. То, на чем базировал свое откровение, которое базировало апостол Павел, он говорит, что Иисус, Христос, Единородный Божий Сын пришел в этот мир. А это как разрушало представление вот этих пикурейцев, которые говорят, что Бог просто завыл этот мир. Иисус пришел для того, чтобы сегодня решить твою-свою проблему. Иисус Христос доказал истинность своего Божества в том, что Он умер как человек, но воскресенье Божий Сын. Воскресенье на третьи день, и даже написано в Библии, что смерть, которая держала его в своих такомах, она не могла его удержать. Не было бы силы и авторитета удержать Божьего Сына, удержать Творца Вселенную. Иисус воскресенье из мертвых, и тем самым, для человечества, Он продолжил путь в небо. И сегодня ты и ясный, который какой ты есть, если ты раскаешься о своих веках и покрсишь прощения во имя Иисуса Христа, ты получишь прощение. Дверь Царства Небеса будут открыты так же, как они когда-то открылись перед Господом и Иисусом Христом. И это учение не внестилось в их не говори. Смотрите, они взяли его в Арусово Павло, привели его в Ариопарк, это было судилище того времени, достаточно удобно для того, чтобы служить для большого количества людей, слушать какие-то лекции, либо же производить судебные решательства какие-то. Они привели его в этот Ариопарк и сказали, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедывая тобой, потому что что-то странное ты благаешь в душе нашу. Посему хотим знать, что это такое. Они привели его в Арусово Павло, поставили в Ариопарк и сказали, окей, у тебя, парень, есть пять минут, пять минут, больше мы тебе не дадим, не искай, ладно, мы хотим узнать, что ты проповедуешь, о чем ты учишь и насколько истинно получение нужно решить для себя. Библия говорит, что афиняне и все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить и не слушать что-нибудь новое. Они любили разные надыли, они любили разные вещи, какие-то новые учения, какие-то новые видения, какие-то новые, знаете, бывает, ты открываешь в интернете и постоянно какая-то там информация, да, ученые пришли к такому-какому заблуждению, морщины у нас появляются по такой-то и по такой-какому причине. То есть, постоянно какие-то сенсации, люди любили, что это новое время. Афиняне не отличались, афиняне ибо, проходя, я взматриваю ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомый Бог, сего-то, которого вы не знаете в сути, я не проповедую вам. Заметьте, для того, чтобы поймать это крючок, внимательно вам сказать, что делать? Двое-то, он прошелся по этому городу и вышел. Удивительная вещь. Постоянно какие-то есть идолы, 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 а тут же жертвенник и нет никакого идола. Нет никакого обоза, которого люди приносили жертву. Просто написано неведомому Богу, неизвестному Богу. Была такая история, когда в Афинах произошла страшная эпидемия. Люди начали сильно умирать и не знали, что делать. Как остановить эпидемию? Эдин из стихопорцев в того времени предложил, давайте, какими-то пустим со сухлона овец. И вот там, где остановится овца, на том месте, где находится какой-то храм либо какой-то жертвы, и мы будем приносить жертву. Если жертвова остановилась в месте, где нет никакого жертвенника, там построен жертву, неведомому Богу, и будем его чтить, и будем его поклоняться. Они все-таки допустали, что они не все знают, то есть имеют неполное представление. Смотрите, пара выглядела на этот момент. Говорит, окей. Друзья мои, вы поклоняетесь моему Богу, просто не знаете, как его зовут. Вы уже долгое время чтите, уже 500 лет стоять этих жертвов, и вы приносите жертву тому Иисусу, о котором я сегодня вам проговорю. Заметьте, для того, чтобы увлечь слушателя, надо понять, что ты имеешь решение его проблем. Знаете, люди сейчас ждут проблем. Кого не поймаете на улице и скажут, что есть проблем, вы теперь не скажете. У кого-то проблем со здоровьем, у кого-то проблем со сыном, у кого-то проблем с семянцами. Постоянно в жизни человека есть неразрешенная проблема. И все равно сегодня есть выход для каждого из пришедшего здесь, И Иисус Христос является решением всех проблем. Ключи. Твоих сердечных проблем, твоих нужд душевных, твоих внутренних запросов, которого не может вспомнить никто и ничто же. Сегодня Иисус Христос является этим ответом. И поэтому Павел говорит, друзья, выслушайте меня внимательно, потому что я вам рассказываю это мне, это Бог. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом, небо на земле и небо на дворюнных камерах живет и не требует служения человеческой, как беденящей, чем его души. Павел сразу первым утверждением разрешает философские представления, ну вот на что, которые были в то время популярными, актуальными, насущими, и люди платили большие деньги, нужно научиться этой мудрости человечеству. Поэтому я тебе утверждение, мы живем в мире, который создан Богом. Мы живем в мире мудро, устроен этот Творцом. Это вы просто придете домой и поразмышляете, насколько мудро Бог устроил этот мир, если вы будете честными с нами с тобой, открытым разумом, снарядным фактом, вы придете к утверждению, что все так и кто-то есть. Кто-то этот мир мудрость сломал так, кто-то установил так, что мы можем наслаждаться всем, что есть в этом мире. Да, есть много негативных вещей, которые делают люди, это зло, но мудрость, что окружает вас, доставляет много радости и удовольствия. Бог создал этот мир премудро. И знает, что если бы сдвинуть нашу землю, не можешь идти туда в сторону Марса, да? Думаю, все бы на земле уже на говно сгорело. Сдвиньте чуть-чуть в сторону земли, и я все на говно заморзну. Измените угол какого на земле и не проверяйте какие-то характеристики. Поставьте солнце немножко дальше, и вы уничтожите все, что есть на земле. Сделайте так, чтобы наша солнечная система не находилась между скралями Млечного Пути, а немножко в стороне, и не могли бы увидеть вообще, насколько прекрасно небо и какое огромное количество звезд. Вообще, все так мудро, успея, чтобы человек, приобретя знания, приобретя радость, рассуждать над тем, кто все это сотворил, понял, что это кто-то сильнее его, что это кто-то могущественнее его, что это кто-то знает намного больше, чем он, и что в сердце человека про его желание преклониться, и для темного. Заметьте, Павел говорит, что Бог создал мир не потому, что он в чем-то нуждался, ну, знаете, так холодно было в космосе, ходишь один взял как-то, сам там взял в огонь, в огонь, поглинучил. Понимаете, Бог создал мир не для того, чтобы его было хорошо, Бог создал мир, чтобы нам здесь было хорошо, чтобы мы, имея замечательные условия для жизни, прославили Бога и порвалились, чтобы когда идет дождик, у нас выбирается картошечка, огурчики, таковый горчик, на нашем огороде, мы не сказали, а тут крепкие руки смогли это все скрыть, мы сказали, Зай Боже, самое интересное, что ты дал такую замечательную погоду, что мы можем просто наслаждаться плодами земли, и заметили, и Станин говорит, что Бог не живет, ну, как твои органы, в принципе, Станин Богу окружил, это не так же, знаете, дождик пошел, и он раз спятался в каком-то доме, ну, так же дождик на голову маникапа, Бог высший из всего этого, это ему не надо, кому это надо, нам надо, чтобы удобно было нам собираться, чтобы удобно было нам поплавляться, для нас все это, и заметите, он не требует служения человеческих, как бы ими еще потом нужно, проблема в том, что многие философы того времени, и мчения того времени, потом сказали, что когда я приношу жертву какому-то Богу, сначала Бог там что-то полез, перехватит, потом уже мышцы, эти самые жильцы что-то поедат, потом уже люди, которые приносят эту жертву, тоже какая-то доля удостоилась, у людей было представление, что Боги в чем-то нуждались, если Бог допустил в мою жизнь какую-то беду или проблему, чего бы его решить? Правильно, питание, знаете, как Бог сейчас ветер перелил, все, все, газ, не мах, нефть, ну, все, будешь жить, вот было такое представление, что вы можете манипулировать Бог, создавать условия, при которых Бог обязан вмешаться в той истории и помочь этому Васе, потому что Вася не принесет опечку, и Бог останется голодным, ведь Вася принесет опечку, кого-то Богу и Богу станет обидно, не умеет, не умеет, не умеет. Павел говорит, Бог вообще в этом нужно. Если ты хочешь почтить Бога, что делал человек с животом, которое он посвящал Богу? Он не ел его, он просто возносил все сожжения, она полностью доставалась Богу. Она сгорала у него на очах, в Марс, после чего я его взяла, понюхать, пахать, это поджарение и все. Смотрите, он говорит так, сам давая всему жизнь и дыхание и все. Вы думаете, вы сегодня пришли в Дом Божий, потому что вчера хорошо покушали, сегодня здорово отдохнули, потому что вам достались хорошие деньги от ваших родителей. Друзья мои, вы сегодня пришли в это место по одной только причине. Бог хочет, чтобы ты услышал ского Божия, Бог хочет, чтобы ты почтил его в своем присутствии, прославил его своими устами за те блага и милости, которые он подарил тебе. Он хочет, чтобы ты ему подклинился и сказал спасибо тебе, Боже, как благодарный сын. Вот это важно. Понимаете, он не требует своего служения человеческого, он сам на них служит. Ты живешь потому, что Бог хочет, чтобы ты лежит. Но станет момент, когда Бога устанет на тот образ жизни, который ты берешь, и Бог не захочет, чтобы ты лежит. Поэтому иногда приходит смерть, и будет так неожиданно, что просто ты ее не ждешь, а она пришла. с косой, с старикой, и верить все по этому, это принц. Она приходит на все люди, и она приходит так неожиданно, что человек, кричит запачканный грехом, и который не успел очиститься от этого греха, так навсегда и останется Богом. А человек, который стремится к святости и в чистоте, стремится к Богу, к тому, чтобы убедить и прославить Его именно, так и останется заключить дело в этом состоянии на легких. Заметьте, Павел писает за этой темой просто разрушает стереотипы этого времени. Так что он говорит, от одной крови он произвел весь род человеческих для обитания по всему лицу Земли. Бог назначил предоопределенные времена и пределы их обитания. Нет расы выше них. Сейчас мы говорим очень часто, русские два лет управятся, украли все русские. Русские не любят американцев, они тупые. Постоянно хотят показать, что какая-то нация лучше, выше, дачественнее. Могущество. Древней. Это все бред. Этим хвалиться вообще не стоит. Павел говорит, вообще это было человеческих, а из-за чего все на Сибири нельзя. Ну, а тогда мы идем ответим. Твои постарались. Хорошо, что у нас все-все-все-все работали. Восемь миллиартов данных стволовов белых войны Земли. Потому что кто-то когда-то исполнил Можий закупь. Да, видите, продолжается. Зовете? Писание говорит, что Бог решает, кто где будет и в какой время трогается. Знаете, иногда мы такими круглями сухими бедами. Чего родился именно в это время? Чего родился в этой семье и в семье Шейха, кто при рождении сразу сто сто пятьдесят тысяч на счет? Твое будущее золотое? Это спички. Чего родился здесь на направлении, которое стоит недалеко от конкурального Сандарта? Почему там? Боже. Мы задаем вопрос. Ответ следующий. Следующий. Что мы искали в Бог? Знаешь, сегодняшние условия даны тебе для того, чтобы у тебя проснулось желание искать Бог. Когда пошутнулись вот эти материальные ценности и системы, когда ты понимаешь, что завтрашний день может тебе принести и Богу в окошко, ты тогда начинаешь так умолчивать. Ты тогда начинаешь совсем по-другому смотреть на мир и ты знаешь, что ты человек смертный и не факт, что ты завтра коснешься. Не факт. Писание прилипетельно. Ты должен исходя. А для человека мыслящего, для человека здравомыслящего несложно убедить величие и самогущие Бога, который наполил этот мир творениями, этот рассказ, что куда ни книг пальчиком, там все киши. ну даже если не видишь невооруженным глазом вооружись, возьми в микроскоп, там все киши. Ты даже в одной руке кажешь, они чистые. Если ты под микроскопом гулянешь, там там чистые, там уже басется в сады каких-то непонятных микро-микро-существ. Но это жизнь. Загадка жизни, на которой человек не может получить ответ. Далее ты вроде бы догадались, с чего состоит, все состоит из западов, но это все вроде бы понятно. Уже понятно, из технических элементов состоит человек, вроде бы собей все необходимое, замешай хорошенечко, сделай какую-то пару фраз. Ну, живи. И ничего нет. Жизнь это загадка. Даже для современных ученых. И писание не ощутят ли его, хотя он и не найдут ли его, хотя он и не далеко каждый из нас. И все равно Бог настолько близок нам, он ближе к твоей жизни, она не знает всех твоих секретиков и тайн, твоего отлично, твоего настоящего, о чем ты поистине мечтаешь. Он знает даже то, что ты не остыриваешься кому-то складать из грузей. Он знает, что беспокоит твое сердце. Он знает какие-то отношения с ним. Он знает какая-то судьба ждет тебя в вечность и поэтому сегодня он останавливает тебя от греха и говорит, не делай греха, потому что грех это проклятие, которое ты навлечешь на себя и на всю свою будущую. Удаляйся от него. Это самое опасное, что есть в этом мире. Он вроде бы молит какими-то временными наслаждениями, но он уничтожает это все на все. Оставь грех. Только Иисус Христос тебе может это помочь. Только Иисус Христос может очистить тебя от греха, потому что только Его Город была обновлена ради греха, для нечего и всего. Иисус Христос говорит, что мы живем благодаря Богу. И на самом этот момент, когда Бог является свидетелем всех наших дел, поставит нас перед собой, Иисус Христос и мы будем давать отчет за каждую секунду нашей жизни. Мы будем давать отчет в том, что мы делали до решения на земле и худой. Мы лично своему Творцу будем давать отчет. Он знает все и все. Он присутствует в каждом деле, независимо, которое ты совершаешь. Даже то, что ты сегодня выбираешь для себя или для кого-то из своих близких или родных или людей, которые тебя обижают, он это знает, он это видит, и он знает. Суну, если человек не обратится, если человек не обратится. Иисус Христос говорит, что мы имеем образ и подобие Богу. Бог так высоко оценил человека, что зависит от него свой образ и подобие в человеке. Ничто на земле не похоже на человека. Ну, были, конечно, люди, кавычка, хобные, которые говорят, там у нас наши предки. Ген обезьяны, шинбанзе, на телевозку 8% похож на ген человека. Осень ми предков. И если смотреть на этих предков, то с длинными, то еще какие-то захватят. Писание говорит, мы. Бог поставил человека на много выше. Бог поставил человека на уровень подобный сверху, вложил свою образ и подобие человека. Бог хочет, чтобы мы были подобными. Павел делает утверждение и говорит, что мы его род. У нас есть возможность породниться со всемогущим Богом и общаться с ним, как сын общается со своим отцом. Дальше он говорит. И так, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что Божество подобно золотому и сверху или камню получит его образ от искусства и вымысла человечества. Павел наши следующие утверждения? Если мы являемся творением всемогущего Бога, Бог создал нас, мы должны поклоняться Богу. Если человек создает какое-то творение абсурдно, когда человек преклоняется перед тем, что создали его руки. Это бред. Павел говорит абсурдно все то, что он делает здесь. Те образы, которые вы наставили, которые просто переполнили город Афины, это абсурдно поклоняться творению своих рук. Это неравное. Мы сами благодарим Божеству. Мы родом Божьим. Мы должны поклоняться всемогущему Богу, который нас создал. Взерва наша совесть, которая является таким маяцем, которая показывает, где мы планили ссором удобрались ссором узла. Теперь он делает повод. Итак, оставляя временами вреднее Бог ныне покрывает людям, всем, повсюду покаяться, переосмыслив свою жизнь. На основании вот этих произнесенных фактов мы должны сделать вывод, что человек должен поклоняться только Творцу, и Творцу невидимую, потому что ничто не может иметь какой-то образ подобия Бога в мире. Так, Христос образом выписываем до Иисуса Христа, и это нормально, это естественно, но мы не поклоняемся перед этими образами, мы поклоняемся первым образом Господу нашим Иисусу Христу воскрешен. И Павел призывает нас покаяться, оставить путь неведения, потому что будет день, говорит Слава Божьей, он назначил день, который будет правильно следить Вселенную. Понимаете, мы живем в мире, который кто-то создал. Если ты тут что-то испортил, оставить вверх, когда ты будешь отвечать перед этим темно. Да, представьте себе картину, у тебя одна зима, ты неожиданно просыпаешься в доме президента Украины. А, столько таких вещей, да я никогда в жизни не ждал машинку за ним, он длинный, ой, украина, сломалась, да такая длинничка, новую поднимал, ничего страшного, не заметил. О, яичко, подержи, эксклюзивная работа, единственная своя, ой, оттуда же у меня руки, Человек пришел намного испортить, потом думал, извините, я не хотел, ну, я не виноват, Генр, и ушел. Как вы думаете, оставили президент, который вернется в свой дом, и увидит все это из почвы, и как это будет тебе все заснято, где что ты трогал, и где что ты испортил. Как вы думаете, сыщет ли он тебя за это? Ну, если наш президент был, он отказался. Но Бог расправились. Он не может просто так простить человека, потому что ты ему нравишься. Он не так милый человек, охладен, прощай. Твои грехи настолько омерзительные для него, что он не рад бы тебе помочь, да не может. Поэтому он посылает сына с тобой, который приобрел тело человеческое, готовное нам, чтобы иметь возможность умиреть за твои грехи. Потом воскресно на третье он становится искупителем и спасителем всего человечества. Бог возвысил его спасителя человечества и сказал всякий, кто обратился теперь к Иисусу Христу, получит прощение и получит очищение своей души. Я очищу все то зло, которое я вытрус из его пленки все то зло, в котором он датал участие. Я дам ему шанс начать жизнь снова леса. Я подарю его возвысить. Потому что я добрый и святой бога. Знаете, Павел как раз с этими словами обратился к этим людям. Приславлив и покаяние. Сказавшим в основном когда Бог будет правильно судить вселенную, подразумевая вот этим еще и воскресение всему человечеству. И дальше что он говорит? Посредством предопределенного и мужа хватав удостоверение всем воскресителям сделаем. Знаете, сегодня воскресение Иисуса Христа говорит только об этом факте. Как воскрес значит ты? Как он воскрес ставит ты? Никто не избежит ответственности перед святым и справедливым Богом. Никто. Даже Гитлер который как-то избежал суда и так говорят застретился потом в его гриле и подожат и все нету суда нету верности на суда у него жизнь которую он нес в могилу по его вне по его приказу докажешь ему это разводить и да воздать единственный ответ единственная возможность которую Бог предусмотрел наперед зная что человек избрал и добро и избок еще от начала мира в мире где Бог создал и рай и ад вместо где человек получит восторяние за свои праведные и святые дела и вместо где человек получит справедливое восторяние за зло которое он лично избирал для себя и писание пишет что Иисус Христов воскрес и тем показывает что воскрес не каждый человек и Павел говорит что Он теперь имеет право сходить живых и мертвых Он имеет это абсолютное право Саня также утверждает что всяких кто верит в Государь Иисуса Христа получит прощение и верит что Иисус Христос воскрес и живет вспоминанием того факта что Яхрец стану перед своим правдом вечно молот теле которая не будет уже старичь умирать и в этом теле не боялась депричную радость со всемогущим Богом которого я щил и которого поклонялся по земле либо же я предстану пред Ниму и буду осужден потому что я постоянно прятался потому что его запахи для меня были не так свакими как грех который я избирал каждый день для своей жизни кто-то стильно запачкался в голове кто-то мечтал Бог сам будет суден но писание говорит что люди чьи руки находятся в облике люди чьи руки запачканы грехом люди чьи одежда грязная да а эти люди не смогут в этих Иисусах всемогущих и святого Бога ничто нечистое преданное мерзость и нежи не пойдет в это место в Писании так говорит единственная возможность получения очищения это через Господа Иисуса Писания блажен те люди которые осознав эту истину нашли в себе смелости и мужества признать любого в своей жизни попросить у него прощения раскаяться в том себе который они сделали и попросить у него силой помощи чтобы жить много у гордой Богу жить те кто еще не принял этого решения в чем в сердце сейчас находится такое состояние да легкого ужаса и ворота не потеряет глаза потому что вы сейчас выйдете из-за передома и там ситуация обстановка то есть я пришла старого выражения все опять вынули из вашего